Над здравницами сгустились тучи. Над здравницами сгустились тучи. Руководство санаториев и домов отдыха обеспокоено правилами обращения с дождевыми стоками. 1. Коммерсант от 15 февраля 2019 года, 18-23. Как стало известно твердый знак, руководство нескольких санаториев и домов отдыха на Черноморском побережье опасается санкцию надзорных органов в связи с несовершенством водного законодательства в части обращения с источными водами. В связи с тем, что водный кодекс запрещает сброс дождевых вод в реки в границах охраняемых курортных зон, курортные предприятия получают отказы в заключении договоров водопользования и становятся нарушителями закона. В контролирующих структурах признают противоречие в законодательстве, но обещают, что никаких санкций не будет. Как выяснил твердый знак, руководители ряда предприятий курортной сферы обратились в правительство РФ с просьбой устранить противоречия в законодательстве, возникшие после отнесения к источным водам дождевых. Водный кодекс запрещает сброс в водоем источных вод в границах 1-й и 2-й зон округов санитарной, горно-санитарной, охраны курортов. По данным источников твердый знак, знакомых с ситуацией, из-за этого противоречия Минприроды Краснодарского края в прошлом году отказалась продлевать несколько договоров водопользования с санаториями и домами отдыха в отношении рек и ручьев, расположенных на их территории. В свою очередь, руководители санаториев указывают, что значительная часть сточных вод в силу особенностей рельефа их участков естественным путем стекает в водоем. В связи с этим владельцы здравницы опасаются, что каждый случай выпадения осадков на их территорию может являться основанием для привлечения к административной ответственности вплоть до остановки работы курортного объекта при том, что этот процесс не связан с осуществлением хозяйственной деятельности. В Краевом Минприроды подтвердили твердый знак, что действующее законодательство не позволяет предоставлять водные объекты для сброса сточных вод в указанных случаях. Там также добавили, что ведомство предложило заксобранию выступить с законодательной инициативой, разрешающей сброс сточных вод, очищенных до установленных нормативов, водные объекты, которые находятся во второй зоне округов санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов. В Минприроды твердый знак пояснили, что эта норма действует уже более 10 лет. Впрочем, редакция водного кодекса, где указано, что сточные воды, это в том числе и дождевые, и талые, вступила в силу в 2013 году. В ведомстве согласились с тем, что осадки не связаны с хозяйственной деятельностью, однако отметили, что при этом необходимо найти баланс, при котором вред, нанесенный окружающей среде, будет минимальным. В Минприроды добавили, что предприятия на своей территории должны обустроить ливневую канализацию для необходимой очистки и отвода дождевых вод, ведь именно из водных объектов в большинстве случаев и ведется водозабор для, например, питьевого обеспечения того же самого населения. Поэтому мы не видим дискуссии по теме запрета или разрешений, скорее важно сконцентрироваться на адаптации законодательства к конкретным объектам и сложившейся ситуации с ними. Краснодарские чиновники в разговоре с Твердый Знак на условиях анонимности признали наличие правовой коллизии, пояснив, что работа над уточнением норм водного кодекса займет несколько месяцев. Если исходить из буквального толкования нормы, то мы обязаны прекратить работу практически всех предприятий курортной сферы, сказал собеседник Твердый Знак. Разумеется, руководство Расприроднадзора, Министерство природных ресурсов края и прокуратуры понимают, что причины для привлечения предприятий к ответственности нет, никаких проверок и санкций не будет. Руководитель Ассоциации ЖКХ развития Алексей Маркрушин указывает, что эта проблема системная. У нас огромные территории признаны зонами санитарной охраны, но на них уже давно функционируют объекты. Если не смягчить законодательство, то такие проблемы возникнут и у других санаториев, просто пока что до них не дошли проверки. На практике, говорит господин Макрушин, проверяющие органы стоят перед выбором, закрывать глаза на нарушения или буквально исполнять законодательство. Проверки выявляют нарушения, но если применять санкции, то обанкротятся муниципальные очистные сооружения или те же пансионаты. А это никому не выгодно. Анна Перова, Краснодар, Анна Васильева.